Третий областной детский фестиваль традиционных уральских ремесел «Городок мастеровой» прошел в Екатеринбурге. С ткачеством, резьбой по дереву, росписью и валянием из шерсти знакомилась Надежда Калинина. Ей слово. Тогда вы сможете спокойно выполнять все движения. От движения кистью до точной разметки с помощью линейки и карандаша. Резьба по дереву – процесс хоть и творческий, но внимательности и скрупулезности требует, как при математических расчетах. Создавать красоту – одно из главных увлечений этих ребят, собравшихся в Центре народной культуры. Все они владеют каким-либо ремеслом, но на этом мастер-классе они пополняют багаж знаний, познакомившись с новыми техниками. Так Саша хорошо рисует, но на этот раз кисточки и краски ей не понадобятся. Это старинные украшения, которые делали женщины для себя. А Таня изучает урало-сибирскую роспись. Девочке предстоит нарисовать птицу, и сейчас она отрабатывает технику мазка. И сам мастер-класс и знакомство с народной культурой юная художница оценила по достоинству. Мне понравилось здесь очень много разных подделок, которые делают из разных городов. Они очень красивые, мне нравятся даже тут. На фестиваль традиционных уральских ремесел приехало около ста детей. В этом фестивале участвуют ребята, которые уже не один год занимаются творчеством. А если конкретизировать, то, конечно же, они знакомятся и работают в техниках и уральских ремесел, и декоративно-прикладного творчества. Ребята в этом году приехали к нам из 14 территорий Свердловской области. Они знакомятся и получают опыт работы с различным материалом. И в дальнейшем мы надеемся, что какая-то часть этих ребят, возможно, выберет из своей профессии какой-то вид уральского ремесла и станет действительно хорошим профессиональным мастером. Маленькие текстильные куколки из городка под названием Арамиль, архангельские пряники, расписные шкатулки и даже цветы, выполненные в японской технике канзаши, которые привезли из села Красногорского Верхотурского района. Кажется, уральские мастера способны на многое. И именно благодаря их талантам культура народного промысла не только не стоит на месте, но и развивается. И благодаря юным мастерам промыслы не будут лишь частью ушедшей истории, а останутся с нами, украшая не только витрины музеев, но и повседневную жизнь.